ПП-десерты по своей калорийности не особо отличаются от обычных. Их преимущество в том, что они исключают сахар, консерванты, красители и другие вещи, неполезные для организма. Вместо сахара диетологи рекомендуют использовать натуральные заменители, такие как фруктоза, ксилит, эритрит, стевия, кокосовый сахар и натуральные сиропы. К примеру, кленовый, топинамбура, шелковица, цикория. Самые популярные фруктоза и стевия – это натуральные продукты. Фруктоза из-за своего незначительного воздействия на уровень глюкозы в крови разрешена для диабетиков, но не подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес. Еще один натуральный сахарозаменитель – мед. А если использовать ягоды или фрукты, можно и вовсе отказаться от сахарозаменителей, как это сделала Екатерина Бандурина. Девушка любит пить чай с десертами, но в последнее время предпочитает полезные лакомства. Она поделилась рецептом десерта без сахара из замороженной земляники. Всем привет! Каждому из нас хочется порадовать себя чем-то сладеньким и вкусным. Но нам не хочется потом отрабатывать лишние калории в спортзале. Поэтому я предлагаю сегодня нам приготовить полезный десерт с минимальным количеством сахара. Для приготовления десерта нам понадобится 450 мл ряженки или один пакетик. Любые замороженные ягоды, в нашем случае это земляника, 100 мл воды, пол чайной ложки желатина, 1 столовая ложка какао-порошка и 2 столовые ложки цикория. Для нашего низкокалорийного десерта для начала мы смешиваем желатин с водой и оставляем на 5 минут для набухания. Затем в миску с ряженкой мы добавляем цикорий и какао. Можно по вкусу добавить сахар, но так как у нас ПП десерт, мы от него отказываемся. Ряженку с какао и с цикорием нам нужно смешать до однородной массы. Дальше мы будем готовить на плите, поэтому нам понадобится кастрюля. В кастрюлю мы выливаем наш замоченный желатин. Сейчас нам нужно растопить набухший желатин на огне, а затем вылить тонкой струйкой в ряженку. Обратите внимание на то, что желатин нельзя кипятить, его нужно довести лишь до 60 градусов. Желатин мы растворили, теперь добавляем его в ряженку. Теперь мы все тщательно перемешиваем до однородной массы. Теперь мы достаем порционную посуду, в которой разместится наш десерт. Теперь на дно посуды мы раскладываем нашу землянику. Предварительно размораживать ее не обязательно, так как ряженка у нас теплая. Я решила заполнить наши креманки на одну третью ягодами. Теперь заливаем нашу землянику основой из ряженки и цикория. Теперь наш десерт нужно отправить минут на 30 в холодильник. Ну вот, наш полезный десерт готов. Наш десерт немножечко не застыл, 30 минут оказалось недостаточно, но уж очень хочется его попробовать. Очень вкусно, а главное полезно. Приятного аппетита! Если у вас есть сомнения по поводу десертов ПП, имейте в виду, что купленные конфеты могут быть низкокалорийными, но не совсем здоровыми. Обычная магазинная сладость содержит маргарин, транжиры, спреды, красители, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы, большое количество свободных сахаров и концентратов. Эти ингредиенты портят не только вашу фигуру, но и здоровье. Лучше отдать предпочтение домашним десертам, основанным на натуральных продуктах. Виктория Шара, Константин Головин, События.